Всех приветствую, друзья, с благодатью от Христа. С вами Юранка. И сегодня я вновь решил записать еще одну проповедь касательно непростительных грехов. Так. В Библии мы встречаем с вами в Новом Завете два непростительных греха основных. Первое – это непрощение кого-либо из людей, человеков, то есть обида на кого-то. И второе – это хула на Духа Святого. Чтобы было более лучшее понимание, потому что там есть местописание, где написано о том, что если же не будете прощать людям, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Тут, в принципе, все понятно. Сейчас мы с вами обязательно рассмотрим эти местописания. Их несколько с перекрестными ссылками. И более непонятно у людей возникает вопрос, связанный с тем, что написано, что хула на Отца и на Сына Человеческого простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится ни в семь веке, ни в будущем. И тут же сразу же у человека появляется в голове какое-то недопонимание. То есть как бы они же одно – Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Они едины, то есть Святая Троица. И тут получается так, что хула на Отца простятся человеку, на Сына Человеческого простятся, а на Духа Святого не простятся. То есть очень многие не понимают, что это значит. Сейчас я вам это объясню. Прежде всего давайте, наверное, с вами посмотрим Матфея. Матфея откроем. Евангелие от Матфея, 6 глава, 15 стих. Что у нас с вами здесь написано. Вот. Давайте посмотрим, наверное, с 14 по 15 стихи. Евангелие от Матфея, 6 глава. Прежде до этого там написано в 6 главе о молитве. Вначале, то есть это «Отче наш, сущий на небесах». Вот. Это получается с 9 стиха по 13. И вот 14-15 с вами читаем. «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то и простит вам Отец ваш небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваших». Иисус здесь подчеркивает, что христианин должен быть готов прощать обиды со стороны других. Если он не простит кающегося обидчика, Бог не простит его, и молитвы его не будут иметь никакого значения. Это важный принцип, по которому прощает Бог. 18.35 Марка. Так, 18.35 Евангелие от Матфея, Марка 11.26 и Луки 11.4. С вами можем это, я думаю, посмотреть. Также открыть, посмотреть 18.35. Посмотрим заодно, что у нас там с вами сказано. Дабы было более лучшее понимание. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата в своем согрешении его. В данном случае, что мы с вами видим? В 18 главе Евангелия от Матфея, здесь мы с вами видим с 21 стиха по 22, вот у нас с вами написано. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но говорю до семидешты семидесяти раз. То есть, семидешты семьдесят, это семьдесят умножить на семь. То есть, прощать до четырехсот девяносто раз в день. То есть, очень много прощения должно быть человеку. И прощать нужно всегда. Самое главное, конечно же, чтобы люди не пользовались этим положением. Потому что можно человеку простить, сказать, прости, я тебя простил, но с тобой дел, например, больше иметь не хочу, потому что человек просто начинает наглеть. То есть, специально это делать. Далее мы с 23 стиха по 34 с вами видим притчу, где Иисус говорит, Посему царство небесное подобно царю, который захотел сочетаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. И как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тут пал и, кланяясь, ему говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Раб же тут, выйдя, нашел одного из товарища своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень угорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг кто-то я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разнивавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так, Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату своему согрешению его. В чем здесь написано? Притча сказана о том, что государь – это Бог. Десять тысяч динариев – это, ну, в соотношении тех денег, того эквивалента тех времен, это очень много. То есть Бог прощает нам все наши грехи, при этом отпуская нас. И, следовательно, в тот момент, когда какой-то человек на нашем пути встречается, который нас обидел как-то не сильно, даже если сильно, в любом случае, в соотношении грехов, которые мы совершаем по отношению к Богу, они намного больше и намного хуже, нежели чем просто какая-то обида со стороны другого человека. Сто динариев – соотношение, то есть, десять тысяч талантов, получается, у нас с вами десять тысяч талантов. И тут получается сто динариев. То есть разница, ну, эквивалент очень большой, разница. И понимание того, что мы должны прощать других людей. То есть Бог прощает нам все, и при этом мы должны прощать, потому что это есть непростительный грех. Что если не простите, то и Отец ваш Небесный не простит, а если Отец Небесный не прощает, то, соответственно, Царство Божие попасть просто, ну, человеку нет пути. Никак. То есть хотя бы одного человека не прощает на этом свете кого-то, кого угодно, другой человек, кто не может наследовать Божьего Царства. Это очень важно. Затем мы с вами посмотрим касательно Марк 11 глава 26 стих. Мы с вами также посмотрим, что у нас там с вами сказано по этому поводу. Очень важно понимание того, что нужно прощать. Это не только в первую очередь, как важно в отношении Бога. То есть если человек кого-то не прощает, то и Бог его молитвы не слышит. Это касательно также важно для человека самого внутри, потому что внутри чувствовать боль, постоянную обиду, это порождает злость. И к другим людям. То есть будут другие люди страдать из-за того, что хотя бы одного вы кого-то не простили, и этот гнев, эта злость, она изливаться будет на других. Почему это важно? Понимание того, что не простили одного, потом срываться будете на второго, на третьего человека, на пятого, на десятого. И то есть это зло, оно просто будет распространяться. И по сути люди, которые ни в чем не виноваты, они будут страдать просто потому, что вы кого-то не смогли простить. Это есть проблема, причем очень большая проблема. Так. Давайте с вами также прочитаем комментарий. Евангелие от Матфея 18.35. Если не просит каждый из вас. В этой причине существует прощение Бога, хотя и дается даром, кающимся грешникам, тем не менее, зависит от определенных условий. Оно действует настолько, насколько человек способен и готов простить своего брата человека. Другими словами, человек может лишиться прощения Бога, если сердце его останется ожесточенным и непрощающим. Смотреть 6 глава 14-15 стихи. Это Евангелие от Матфея. Евреям 12.15. Иакова 3 глава 11 и 14 стихи. Особенно отметить Ефесянам 4 глава 31-32 стихи, где Павел подчеркивает, что ожесточение обиды и гнев полностью несовместимо с христианством и должны быть оставлены. То есть с христианством непрощение – это несовместимые совершенно вещи. Затем давайте с вами также посмотрим, что я хотел открыть. Сказать. Так, Марка 11-26. Вот. «Если же не прощаете, то Отец Ваш Небесный не простит Вам согрешений Ваших». Вот. Что очень важно понять. Когда стоите на молитве, 25 стих, Евангелие от Марка 11 глава 25 стих, «Прощайте, если что, имейте на кого, дабы Отец Ваш Небесный простил Вам согрешения Ваши». То есть, когда Вы молитесь, нужно сразу же обиду, чтобы она не доходила до сердца, сразу же ее просто вытаскивать. То есть, только сюда обида пошла. Сразу же надо ее убирать. То есть, если какой-то брат или сестра в церкви Вас обижают, то лучше сказать сразу же этому человеку, сказать, что «Слушай, прости, пожалуйста, вот ты меня обидел, ты меня задел, ты меня... честно». То есть, признаться, подойти, сказать и что попросить, пожалуйста, не веди себя как-то вот таким образом. Это важно, потому что в миру это практически бесполезно людям говорить. То есть, очень тяжелое общение, на самом деле, дается с неверующими людьми, которые обижают, обижают и они не понимают, что они делают. То есть, ему говоришь, «Не надо, пожалуйста, перестань». Он все равно продолжает оскорблять, продолжает обзывать. Человек внутри себя, в сердце, как правило, просто не чувствует того, что он делает. То есть, он не понимает, он не ощущает внутри себя то, что он говорит, что это действительно кого-то задевает и обижает очень сильно. Человек не понимает этого просто. Ему все равно. По сути, даже, ну, наплевать. Такие люди у меня неоднократно встречались, в том числе и на канале, которым наплевать. Они пишут, я что хочу, то и пишу. Меня оскорбили и унизили, если как раз меня прям матом. Я говорю, ну, не понимаете ли вы, что будете просто перед Богом за такие слова отвечать? А мне все равно, типа, человек пишет. Наплевать, что хочу, то и говорю, то и пишу. Мое дело. Но это не дело человека, потому что пространство, например, комментариев, которое дозволительно под каким-то видеороликом, это дозволительно отношение моего видеоролика. Отношение по отношению ко мне человек не имеет права совершать какие-то противоправные действия. В том числе и YouTube, и Google, они также говорят о том, что это нарушение такого поведения. В том числе и на основании законодательного уровня это не является нормальным. В первую очередь, это Божий закон, который не позволяет на ближнего что-то говорить. Потому что по этому поводу Иисус говорил, что кто скажет ближнему своего рака, а это пустоголовый или глупец, тому надлежит быть синедриону. Кто скажет ближнему своему безумной, тому надлежит быть гиене огненной. Не говоря уже о тех словах, которые сейчас из людей изливаются постоянно по отношению к другим людям. Затем мы с вами сейчас посмотрим Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Луки 11.4 Очень важно также еще кое-что мы сейчас с вами обязательно посмотрим по поводу хулы на Духа Святого, потому что многие люди этого не понимают. Мы, наверное, не будем очень долго с вами также темы на несколько часов разводить не будем, потому что в данном случае у нас с вами в этом особой нужды нет. То есть важное понимание, что два непростительных греха непрощения кого-то другого и хулы на Духа Святого. Человек, который Духа Святого не принял, он его не знает. То есть потому что в основном люди неверующие, они хулят Иисуса и просто Бога. Иисуса хулят, Бога хулят, даже зная, по сути, что они едины. То есть на Духа Святого, как правило, ничего не наговаривают. Они его не приняли, они его не знают. То есть они его не чувствуют внутри в сердце своем. Поэтому они не знают, что такое хула на Духа Святого. А кто такой Иисус, они знают. Кто такой Бог, они тоже знают. Так, 11.4 И прости на долги наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. То есть это момент очень наш. Стих. Четвертое место Писания это отрывок из молитвы Господней. Что очень важно. Прощать другим людям. То есть в молитве очень наш. Иисус рассказал о том, что нужно говорить. То есть просить прощения перед Господом, простить нас, и чтобы мы простили должнику нашему. То есть, чтобы Господь нас простил, чтобы мы простили. Что очень важно. Один из таких моментов. Он у нас с вами описан. Затем давайте посмотрим с вами Евангелие от Матфея, 12 глава, 31 стих. Один из моментов касательно хулы на Духа Святого. Сейчас я объясню вам, что это такое. Потому что я сам раньше не понимал, что это. Сейчас я вам объясню. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Вот. Если мы смотрим с вами дальше, 32 стих дальше. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится его ни в всем веке, ни в будущем. Итак, ну что же это такое? Давайте с вами посмотрим. 12.31. Хулана Духа. Хулана Святого Духа это продолжительное и сознательное отвержение свидетельства Святого Духа о Христе, Его Слове, Его обличительного действия против греха. Сравнительно с Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 по 11 стихи. Тот, кто отвергает голос Святого Духа и противостоит ему, лишает себя той единственной силы, которая может дать ему прощение, процесс ведущий к хулену Святого Духа следующий. Первое. Огорчение, оскорбление Святого Духа Ефесянам 4.30. Если продолжается долго, приводит к противлению Духу, Деяние 7.51. Второе. Противление Духу приводит к угошению Духа, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Третье. Угошение Духа приводит к ожесточению сердца, Евреям 3 глава с 18 по 13 стихи. Четвертое. Ожесточение сердца ведет к превратному разуму, когда человек начинает хорошее называть плохим, а плохое хорошим. Исайя, 5 глава, 20 стих. Римлянам, 1 глава, 28 стих. Когда ожесточение сердца достигает определенной степени, оценить, которую может только Бог, Дух больше не борется за то, чтобы вести человека к покаянию. Сравнение с книгой Бытие, 6 глава, 3 стих. Второзаконие, 29 глава, с 18 по 21 стихи. Примечание. Первое. Царство, 2.25. Примечание. Притча, 29.1. Для тех, кто беспокоится, не совершил ли он непрощаемый грех, сам факт, что они хотят быть прощены и готовы покаяться, является доказательством, что непрощаемый грех не совершен. То есть, человек, который боится кого-то обидеть, боится оскорбить, боится совершить какой-то грех, то он не совершил этого греха. А тот человек, которому наплевать или который угошает Святого Духа внутри себя, то есть, человек чувствует, он должен чувствовать, должен быть чутким, чтобы чувствовать голос Святого Духа, что обидел он кого-то, не обидел ли он кого-то, обидел ли он Господа, или еще кого-то обидел ли он. То есть он чувствует внутри какое-то противление, начинается внутри себя. То есть это про человека, который покаялся, принялся со Христа своим Господом и Спасителем, понимает, что есть грех, а что не есть грех. И в тот момент, когда он что-то совершает, он понимает внутри действительно, то есть это чувство, оно по-другому называется, немного мы по этому поводу поговорим, Поэтому поговорим в другой проповеди. Совесть. То есть у человека совесть внутри просыпается, то есть он чувствует, что он обидел, что он что-то не так сказал. И некоторые люди, большинство людей, к сожалению, угошают это чувство внутри. То есть, они думают, да нет, да все нормально, да ничего, да так ему и надо и так далее, и так далее. А при этом человек реально обиделся. То есть, его реально обидели, его оскорбили, унизили, как угодно, может быть, даже ударили вообще. И, конечно же, такого быть не должно. Человек чувствует, нужно подойти и извиниться. Обязательно. И важно понимание также Иоанна 16 глава 7-11 стихи. Давайте с вами посмотрим. Что есть непростительные грехи. Когда человек угошает Святого Духа внутри себя, то есть, он уходит в отступничество. Когда человек уже для него, то, что вот как было написано, что хорошее для него становится плохим, а плохое становится хорошим. У человека получается смесь между тем, что можно, чего нельзя и так далее. То есть, это уже есть признак доказательства того, что с ним происходит. 16 глава Евангелия от Иоанна, 7-11 стихи. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел бы. Если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. И о суде же, что князь мира сего осужден. Тут у нас с вами довольно обличит мир. Вот, когда Святой Дух придет в день Пятидесятницы, Деяния 2.4, его основным делом, вот наше нестительство и провозглашение Евангелия, будет дело обличения. Стих 8 термин обличает греческое еленху, означает упрекать, разоблачать, порицать и убеждать. Тут очень много, на самом деле, по этому поводу написано. То есть, как действует Дух Святой, мы с вами объяснили. В принципе, все это я сказал, то есть, как все это действует. То есть, Дух Святой осуждает грех. И человека внутри происходит обличение. Тот, кто его принял. Тот, кто его не принял, среди неверующих людей, они не знают, кто это такой. Кто такой Дух Святой, они не знают. Они не понимают этого, то есть, и не поймут, по сути. Люди религиозные иногда тоже не знают, к сожалению, кто такой Дух Святой. То есть, какие-то вещи совершают, и, ну, типа, все так делают, а что бы нет. Ну, а что бы нет, каждый человек будет по отдельности за свою жизнь отвечать. Отдельно. Никто ни за кого не будет заступаться. Заступника, халатая мы имеем Иисуса Христа. За нас, грешников, но тех, кто жил по его заповедям. А те, кто оправдывал свой грех, говорил, ой, ну я слабый, я не могу, я то, я то, я то, я то. Но, то, значит, уже угостили раз, угостили два Духа Святого, то есть, и противление потом. И просто человек начинает оправдывать свой грех, и все, не желая из него выходить. То есть, это вот один из таких же моментов. Касательно непрощения, в принципе, это тоже я говорил, что непрощение, оно порождает зло. Причем ко всем другим потом людям. Непрощение одного порождает непрощение к другим людям. То есть, как правило, человек, не простив одного, не прощает потом второго, третьего, пятого и десятого человека. То есть, это очень важно, от этого избавляться, и очень важно должно быть понимание того, что Бог желает, чтобы мы были как Иисус. Потому что, когда Его прибивали к Кресту, Он молился, говорил, очень прости, мы бы не ведут, что творят. Такими должны быть и мы. Не злобливыми, не агрессивными, не желающими зла. Прощающими, любящими и заботливыми. Поэтому пусть Господь благословит вас. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Очень важна ваша поддержка, дорогие друзья, братья и сестры. Очень поддержка ваша необходима и действительно крайне важна. Пожертвование вы можете сделать сверху, в описании, нет, в описании снизу, внизу видео есть, там написано, как можно пожертвование сделать. Либо же на главной странице канала, справа вверху, там есть пожертвование для Юранки. После группы ВКонтакте, следующая ссылка. Сейчас уже я сделал, поменял. Проповеди вы можете смотреть, где-то я ее размещу здесь или вот здесь, будет у меня отображено. Другие проповеди вы можете посмотреть в плейлисте проповеди. Поэтому все Божьи благословения, интересующие вас вопросы касательно Писания, задавайте, спрашивайте. И чтобы Господь вас благословил на добрых путях, его вхождение истины, его праведности. Поэтому спрашивайте, задавайте, очень важны также ваши комментарии, ваше мнение. Всем Божьи благословений, спасибо большое за просмотр, храним вас Господь. До новых встреч и пока-пока. С вами был ваш Юранка, Божьи благословения. С вами был я, Божьи благословений.